Всем привет! Сегодня я снимаю видео о фиалочках, которые у меня цветут. К сожалению, на подоконниках цветет все одно и то же, не вижу смысла вам показывать. Но на стеллаже распустилось кое-что новенькое, поэтому я вам покажу. На неделю я уезжаю в отпуск, поэтому не знаю, как мои родственники будут поливать фиалки, как они будут стоять без света. Поэтому, пока они в хорошем состоянии, пока они красивые, я вам их покажу. Всем приятного просмотра! Для начала покажу вам, что новенького распустилось у меня на стеллаже. Продолжает интересно цвести Ле Марс. Спорт. У него есть цветоносы то спорт, как я и покупала, и хотела, а вот есть цветоносы по сорту, что меня, конечно же, не очень устраивает. Посмотрите. Но цветы очень крупные, очень нравится мне его форма. Вот еще один цветочек. Они, конечно, бесподобные. Отцветает у меня ропс зипер-запер, уже такой неприглядный, поэтому долго на нем останавливаться не буду. Радует, цветет бесконечно, ропс астрозомби. Наконец-то выдал шапочку у меня Макс Кунг. Он такой черный-черный, как переспелая вишня. Персиан Лейс выдал очень-очень много цветоносов, но, к сожалению, опять же, долго их открывает. Уже не дождусь я хорошей шапочки от него, потому что он довольно долго у меня уже не цвел. Порадовал тоже меня трейлер «Жемчужный восторг». Его, конечно, после цветения нужно переукоренять, потому что он просто болтается в горшке. Ну, очень миленькие цветочки, хотя и почему-то в моих условиях они раскрываются только наполовину. Химера опять тут чудит. То у нее темный цветок, то у нее по сорту. В общем, балуются. Так, здесь у меня «Оса», «Импс», «Лилдэдкап». Тоже цветет постоянно, несмотря на то, что цветочки у нее о подашке, но цветет она постоянно, гонит и гонит цветоносы. Здесь у меня «Ангел мой», «Бердниковый». Тоже такой беспроблемный сортик, красивая розетка, крупные цветочки, цветет всегда шапочкой. Очень неплохой сортик, так что в коллекции, я думаю, останется. Это «Макс Пейсли Паттерн». У него крупные цветы, но и такая же довольно крупная полумини-розетка. Много-много у него фэнтези. Наконец-то снова у меня цветет «Лайнс Литтл Суит Хат». Никогда не бывает шапочки, потому что пока вот эти вот все цветоносики у него раскроются, то вот этот первый большой цветочек, скорее всего, уже завянет. Адам, вот такая вот шапочка, на камеру почему-то не передает зеленцу, хотя вот более старые цветочки, они более зеленые. Вот рубашка у него все-таки зеленоватая. Вон особенно те цветочки. Красивенький такой. Второе цветение «СК Соблазна» тоже меня порадовало. Крупные-крупные у него стали цветы, выросли. И вот, наконец-то, у него появилась такая контрастная каемочка, которую я ждала в первом цветении. Хороший сортик. Букетик он, конечно, сам не держит, приходится его поправлять. Но очень необычные цветы. Я считаю его одним из уникальных сортов, потому что похожих я мало видела. Также распустилась, наконец-то, у меня «Плэзимфира» – «Махровая оса». ДС «Оса звезда» вот примерно должна быть такая же, только бело-розового цвета. Ну и продолжает у меня тут свисти. Это у меня «Робс Ванилла Трейл». Очень красиво он не спадает. Там у него много цветоносиков. Так, следующая полка. «Робс Бондогл», как обычно, не радует меня шапочкой. Я уже хочу, наверное, от него избавиться, к сожалению. Меня это как-то не устраивает. Цветет редко и не шапкой. Расцветает, наконец-то, «Робс Комбаста Был Пиджон». По сорту «Фэнтези» видно. Ну и здесь у меня «Стар Ворс». Конечно же, без «Фэнтези», как мне сказали. У нас в России сорта почти нет. У всех вот он такой. Без «Фэнтези» и с непрокрасами на кончиках. Там отцветает масса Анжелина. Опять зацветает эска «Новая жизнь». Много у неё бутончиков. До сих пор стоит «Н-паутинка», но уже как-то неприглядно выглядит. И вот там зацвёл у меня опять вечерний звон Бердниковый. Очень такой крупный колокольчик синего цвета, и он махровый. Его сравнивают с «Сэнкс Биг Беллс». Дальше эска «Конфитюр» всё время цветёт. Опять цветочки какие-то заплывшие, какие-то нет. «Литл Кавус» отцветает. «Импс Фочинут Фэйри» до сих пор цветёт. И, наконец-то, тоже розовые колокольчики «Снагл Бир». «Лев Флоренс» такая раскоряка. «Пеппер Мингёл». Наконец-то довольно большая шапочка. Это «Авэ Кисельные берега». Я тут всё пытаюсь уложить цветоносы, чтобы было красиво. Вот уже помяла цветочки, никак они не укладываются. Очень долго они тоже раскрываются. Шапочки именно от этого экземпляра я так и не дождалась. «Оптимара Литл Мунстон Спорт». И чуть позже я вам покажу сорт. Но от «Спорта» я избавляться не буду, он мне очень нравится. Всё равно такие милые-милые-милые-милкие-милкие розочки. «Антикс» «Алчими Антик Беллс». Тоже всё время цветёт. Но как он сейчас выглядит неприглядно. «Ле Ника». Очень приятный сортик. Чем-то мне напоминает шишечки хмеля. И они долго-долго не раскрываются. Вот она, созвезда на подходе. Жду не дождусь, чтобы увидеть цветочки. У меня, наверное, штук пять этих экземпляров деток. Всё, никак не могу их раздарить. Так. Здесь у меня «Пасадобль». Тоже как-то не с шапкой. И что это у меня? По-моему, тоже «Импс Сейвот» или кто там у нас? «Ропс». Не помню, в общем, название называется «Сейвот». Ёл-листва и осы. Вот эти осы тоже очень недолго держатся. К сожалению, опадают. И никак у меня не получается его нормально сфотографировать. Так, ленты мне тут мешаются. Что-то у меня тут зацветает, уже не помню. «Пицциката» давно не цвела. И здесь у меня «Макс Пьюр Поэтри». Сейчас я покажу как-нибудь. Поближе. И получается вот. Следующая полочка. Это у меня «Ле Котенок Гав». Тоже цветет постоянно. Такой беспроблемный сортик. Ну, чуть-чуть кривит розеточку. Рядом с ним «Н капелька». Тут, наконец-то, соизволило зацвести у меня «Фейс Мэдалин». Также авезинаида Серебрякова расщедрилась и выдала много-много цветоносов. Из-за своей зеленой каемочки цветы долго держатся. Расстроил меня «Робс Ханикулейшн», по-моему, называется. Он мне выдал кучу цветоносов. Будет огромная шапка, но без фэнтези. И почему-то тоже какие-то непрокрасы. Буду наблюдать. Буду ждать второго цветения. «Ле Лунная Радуга» мне понравилась. У меня два экземпляра. Их цветет одинаково. Очень миленькие цветочки. И они интересно отцветают. Они просто желтеют. Желтенький у меня тут «Чанто Спринг». Очень миленько цветет. И рядышком с ним «Эсэл» «Май Перспектив». Тоже на каждом цветоносе. Наверное, штук по 10 цветочков. Новый для меня сортик. Вообще новый в селекции. Это «Энн Лунный Заяц». Тоже мне очень нравится. У него довольно крупная шапочка. Рядышком тут «Эска Евредика». Уже тоже отцвела и свереть свести по второму разу. Это моя новинка. Джоли Бомбина. Такие маленькие бордовенькие цветулечки. И покажу вам. У меня тоже на этом стеллаже. Не знаю, как их расположить. Расцвела такая вот глоксиния из семян. Крупные такие цветы. По-моему, она называется «Тигровая императрица». Что ли? Да, императрица тигровая. Как-то так. Цветоносы лежат. Розетка кривая. Да. Много глоксиния я, конечно, себе заводить не буду. Так. Следующее. Покажу вам. Это у меня «Робс Пенни Анте». «Сэнкс Азоле Трейл», по-моему. И вон там сорт «Оптимара Литл Монстон». Я до него, извиняюсь, наверное, не доберусь. Вот так вот его покажу. Здесь у меня вторая розеточка. «Ле Лунная Радуга» и «Авэ Кисельные Берега». Также рядышком есть миниатюрная «Пеларгония». А, еще вот здесь распускается «Ле Розовый Вальс». Прошло несколько дней, я решила вам показать, как у меня распустился «Робс Комбастабл Пиджион» по сорту. Розовый цветок с белой каймой и фиолетовым фэнтези. Неплохой такой сортик, только пестролистность у меня не очень выраженная. Также покажу, наконец-то, наконец-то у меня распустилась «Оптимар Литл Атава». Как же она долго распускается, это просто невозможно ждать. И всего вот один цветочек. Я уже хотела оборвать, потому что они не раскрываются, не раскрываются. Я думала, что-то, наверное, с ней произошло. Все время она двоит у меня голову, как и «Оптимара Литл Мунстон». Какие-то очень проблемные сорта. Также я в восторге от того, как распустилась фиалка ДС «Оса Звезда». Просто шикарные оски. Крупные. Розетка тоже довольно крупная, но осы мне эти очень нравятся. Также раскрылся у меня ДС «Изюм», но, к сожалению, видимо, это «Спорт». Посмотрите. Он розовый, абсолютно не фиолетовый. Я надеюсь, может быть, есть такой процент, что во втором цветении он будет более темный. Но я не уверена. Очень жаль, но тоже, в принципе, должен быть красиво, если будет цвести шапкой. Ну и на подоконнике покажу вам буквально две фиалки. Продолжает цвести ленинградское мороженое. Цветет очень долго. Все время появляются у него по одному-два цветоноса. Хорошо бы, конечно, оборвать, чтобы дождаться шапки. Ну, я обычно такое не делаю и радуюсь там одному-двум цветочкам. А если уж бывает шапка, то это скорее заслуга удобрения. Потому что, если я перестаю удобрять, фиалки у меня очень-очень плохо цветут. Это жемчужный зефир лебецкой. Очень нравится эта фиалка, но дома ей у меня все-таки не нравится. Шапки дома не бывает. Цветы намного мельче, чем у меня на работе. На работе у меня, я не знаю, из каждой пазухи цветонос. Очень красивые цветы с розовым центром. И, может быть, вы смотрели мои прошлые видео, может быть, я там показывала, я уже не помню. Но это просто огромная шапка, как свадебный букет. А дома один-два цветочка. К сожалению. Придется переселять его на работу, раз ему там больше нравится. Все, всем пока. Увидимся позже, как только у меня появятся какие-то новые расцветшие фиалочки.